Нас разбили на рабочие группы. Каждая группа состояла из 35 человек. 4-5 групп составляли сотню, руководить которой поручалось сотнику, кому-нибудь из привилегированной касты пленных, назначаемых администрацией лагеря. Среди нас было около 60 офицеров, те могли претендовать на приличное место, например, переводчика, рабочего кухни или сотника. В Донбассе было множество угольных шахт, и нам выпало на них работать. Истощенным, страдающим дизентерией и водянкой, нам предстояло еще и вкалывать под землей. Переход от барака до забоя занимал 45 минут. Мы работали в три смены – утреннюю, дневную и ночную, поочередно сменяясь, по 8 часов. Каждому, кто спускался в шахту, полагалась рабочая роба из грубого материала и пара резиновых сапог. Так я впервые за несколько недель получил возможность обуть ноги в сапоги, пусть даже в тяжеленные и неудобные. Шахта, где я работал, первые недели частично была взорвана. Штольни завалены пустой породой. Ни о какой технике безопасности и говорить не приходилось. В любую минуту скопления породы могли рухнуть и заживо похоронить тебя. Все это приходилось откатывать. 8 часов, без перерыва. И в постоянном страхе погибнуть под обвалом. По окончанию смены мы маршем возвращались в лагерь. Многие из наших ослабли настолько, что падали, и их приходилось нести до самых нар. Люди один за другим умирали, и никто не мог ничего с этим поделать. Дни были неотличимы один от другого, с той лишь разницей, что нас становилось меньше. Сотники и помощники надзирателей назначали похоронные команды, в задачу которых входило ежевечернего носить до 50 трупов, раздевая их догола и в таком виде хоронить. Естественно, охотников на такую работу отускать было трудно. Каждый сам был болен, ослаблен, словом, одной ногой в могиле. Но помощники надзирателей пинками и зуботычинами заставляли нас повиноваться. Однажды, возвращаясь после очередного погребения в барак мимо кукурузного поля, один из заключенных попытался сорвать несколько кукурузных початков. Охранник, заметив это, пристрелил его якобы за попытку к бегству. Чистейшее безумие. Другой заключенный в припадке отчаяния попытался пролезть под колючей проволокой, но и он тут же погиб от пули часового на вышке. Сотники и помощники надзирателей, невзирая на то, что тоже были немцами и австрийцами, иногда вели себя так, что и русским было до них далеко. Несмотря на полагавшийся им двойной рацион, они обкрадывали заключенных, которые уже не могли дойти до окошка раздачи питания. А питание раздавали всегда на вечернее время, так что гибель многих наших товарищей на их совести. В лагере существовал барак, служивший изолятором. Там больными занималась русская женщина-врач и помогавший ей врач-немец. Никаких медикаментов не было. В результате 90% доставляемых туда пленных попросту погибало. Рабочие команды день и ночь рыли могилы. И так постоянно. По словам врача, под Сталинградом в плен попало не менее 95 тысяч немцев, из которых до конца 44 года дожили всего 15 тысяч. Впрочем, и сам врач вскоре умер от дистрофии. Некоторое время спустя нашу рабочую группу перебросили на шахту номер 8. Мне повезло, я работал вместе с одним пожилым русским и русской женщиной. Мы, подрывая породу, прокладывали штольню. Старик имел опыт такой работы. Породу грузили в вагонетки и подвозили к грузовому подъемнику. Потом штольню укрепляли при помощи подпорок. Я работал как мог, принимая во внимание мое состояние. Но все же пытаюсь произвести благоприятное впечатление. И оба русских относились ко мне хорошо. Старик всегда повторял «молодец». В каждую смену я получал от них кусок хлеба и полбутылки молока. Сегодня я убежден, что выжил именно благодаря участию этих людей. И это при том, что население России в ту пору ужасно недоедало. Бедность и голод в этой стране были ужасающими. А старик считал меня своим напарником, товарищем по работе. Иногда во время работы он говорил «давай-ка перекурим». Сам я не курил, но вынужден был поддерживать компанию. Он вручал мне листок газетной бумаги и щепотку махорки. Так я познал блаженство, не предусмотренного распорядком перекура – перерыва на курение. После смены он часто отсыпал мне табаку, чтобы я потом в лагере мог обменять его на хлеб. Не могу сказать, что принадлежу к числу людей избыточно религиозных, но в своих молитвах я поминаю этого русского. Русские женщины, работавшие в шахте, тоже часто угощали меня помидорами и солеными огурцами. При условии выполнения норм 36 вагонеток в смену на группу. Мы получали в лагере добавочное количество хлеба и две ложки сахарного песка в неделю. Разумеется, норму мы выполняли не всегда. Мы ведь еле ходили. Кроме того, работали мы без выходных, только смены менялись. Численность рабочих групп изо дня в день уменьшалась. Многие оказывались в изоляторе, что означало медленную смерть. А кое-кто туда даже не добирался. Какая разница, где умирать? Наш сотник, его звали Хаас, был отвратительный тип. Хаас стремился именно жестокостью к своим же соплеменникам добиться расположения русских. По утрам он подгонял нас ударами резиновой дубинки. Иногда это выливалось в стычки, потому что находились такие, кто давал ему сдачи. Дело в том, что вставать по утрам было тяжело не только по причине недоедания и упадка сил, а еще потому, что нам, утратившим всякое чувство времени, иногда казалось, что еще слишком рано для побудки. Потом мы выстраивались у лагерных ворот и ждали охранников. Иногда по несколько часов на холоде, которые конвоировали нас к шахте. В ноябре 44-го года стояла ненастная погода. Зарядили дожди, а иногда шел снег. Внизу, в забое, по крайней мере, было тепло, но там приходилось отрабатывать скудный рацион. Ни у кого зимней одежды не было, а лохмоти, в которые постепенно превратилась наша форменная одежда, буквально распадались. Мы обвязывали тряпьем прохудившиеся резиновые сапоги, пытаясь продлить их существование. Промокшие до костей, замерзшие, мы возвращались в лагерь. На нарах, как я уже говорил, ни одеял, ни подстилок не было. Температура в бараке почти не отличалась от наружной. Иногда нам удавалось тайком протащить в лагерь немного угля или дров, и мы прямо в бараке раскладывали костры. Но чаще случалось так, что охрана отбирала наше жалкое топливо. Еще одной мукой были вши. Степень завшивленности превосходила все мыслимые пределы. Мы кишели паразитами. Расчесанная кожа кровоточила, воспалялась. Вши были везде. На нарах ползали по стенам, в одежде, в обуви. Злобные и ненасытные насекомые не давали нам ни минуты покоя. Удивляться не приходилось. В любом помещении для скота гигиенические условия были куда лучше. Я уже семь месяцев не снимал форменного нижнего белья, не говоря уже о том, чтобы постирать или сменить его. Нет слов, чтобы описать, в каком состоянии оно находилось. В лагере имелся примитивно оборудованный пункт дезинсекции. Раз в две недели мы снимали верхнюю одежду, развешивали ее в печи и прожаривали в ней в шеи. Для умывания каждому выдавали жестяной тазик, наполненный чуть теплой водой. Этого, разумеется, не хватало для того, чтобы нормально умыться. Конечно, и это приносило облегчение. Но на день-два, не больше. Во время работы в ночную смену, четверо наших попытались бежать. Я своими ушами слышал, как один из них заявил, «Так и так околеем здесь, так что лучше уж пулю в спину». И верно, на вечерней поверке четверых заключенных не досчитались. Видимо, проглядела охрана, задержавшаяся в своей теплой сторожке у подъемника. Лично мне непонятно, как это им удалось смыться. Но переполох был знатный. Нам грозили ужасными карами. И не только нам, но и охранники получили, как полагается, за халатность на посту. Помню, нас согнали в одну из штолен и, угрожая автоматами, стали допытываться, куда подевались эти четверо. Никто и понятия не имел, куда. В конце концов, нас, как обычно, отконвоировали в лагерь. Четыре дня спустя беглецов схватили. Впрочем, неудивительно. Куда им было бежать? В наказание их бросили на 20 суток в карцер. В подвал. Закрывавшийся лишь продуваемый ветром решетчатой дверью. Только на третий день им выдали похлебку. Все делалось в назидание остальным, чтобы не забивали себе голову планами побега. Несколько дней спустя двое умерли от голода и холода. С 15 декабря нас перестали водить в шахту. В лагере пленных по причине недопустимых гигиенических условий всполыхнула эпидемия ТИФа. Мое самочувствие с каждым днем ухудшалось. Постоянные рези в животе и постоянное желание опорожнить кишечник довели меня чуть не не до безумия. Люди просто лежали на нарах, безучастно уставившись в пространство. В таком состоянии большинство и умирало. Бывали дни, когда умирало по 60 человек. Их на запряженных лошадьми повозках отвозили в степь и там кое-как закидывали комьями мерзлой земли. У оставшихся в живых не хватало сил даже вынести их из барака. Меня направили на рытье ям, в которые укладывали по 10-15 трупов. Их так и хоронили безымянными. Боли в желудке становились нестерпимыми. У меня начался жар. Наступило Рождество и мой день рождения. Мне исполнилось 20. Я лежал на нарах, балансируя между жизнью и смертью. Казалось, время замерло. И меня ТИФ не пощадил. Я ослаб настолько, что не мог подняться с нар. Я лежал и думал. Вот, тебе стукнуло 20. В бою тебя не брали ни пули, ни осколки. И все для того, чтобы ты подыхал здесь, за тысячи километров от родных мест в безызвестности. Прожил я всего ничего. Тем не менее, смерть уже поджидала меня. Я часами в жару лежал пластом на нарах, дожидаясь конца. Но привыкнув к смерти, как к ежедневному, ежечасному явлению, поневоле воспринимаешь собственную участь не столь обостренно. Но я к своему удивлению очнулся. Второй раз за свой день рождения. Во мне продолжила теплиться жизнь. Видимо, смерть пожелала предоставить мне тайм-аут. Собрав всю свою волю и остаток сил, я все же поднялся на ноги. Было тяжело. Но все-таки я добрел до пустого помещения. Там я кое-как привел себя в порядок, чтобы, по крайней мере, не выглядеть трупом, который забыли похоронить. Едва меня заметили, как тут же отправили в лагерный изолятор. Сначала я отказывался. Всем и каждому было понятно, что здешний изолятор – конечная остановка. Но меня все же заставили пойти туда. И я подумал, а какая к черту разница, где отдать концы? Двое моих товарищей, у которых еще оставались силы, помогли мне добраться до покойницкой. Изолятор представлял собой неописуемое зрелище. На нарах неподвижно лежали стонущие и что-то лопочущее в горячечном бреду подобие людей. В углу стояла деревянная бочка, куда справляли нужду те, у кого хватало сил добраться до нее. Все помещение было загажено хуже распоследнего сортира. И никому до этого не было дела. Смрад стоял невыносимый. Ежедневно кого-нибудь убирали с нары выносили прочь. Иногда кто-нибудь из заболевших объявлял – все, завтра моя очередь. А женщина-врач ему в ответ – ну и хорошо, чем больше вас умирает, тем лучше. Больше медикаментов останется. А то у нас своих выхаживать нечем, а тут еще и вы на нашу голову. Кое-кто, бармача, расхаживал по помещению. Эти люди были явно не в себе. Они искали своих жен. Один утопился в ванне. Когда я сейчас описываю это, мне не верится, что это действительно происходило со мной. А между тем, так все и было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова